Хэллоуин празднует 31 октября, известен как День всех святых. Праздник язычески известен как шабаш нечистой силы, хороший повод попробовать себя в качестве мертвеца Зомми. На деле сказки, которые мы читаем своим любимым деткам, ужас знатный если взглянуть с другого угла. Я подобрал одну из самых страшных сказок. В детстве все мы ее слышали и порой не раз. Сказка о девочке, наступившей на хлеб всем известный Ганс Христиан Андерсон. Сексизм по отношению женского пола сильно прослеживается в произведении Ганса. Больше всех досталось в сказкингу. Девочка решила перейти в угол, но умнее ничего не придумала, как положить кусок хлеба и с его помощью преодолеть препятствия. В наказание ноги прирастают к хлебу, а сама героиня оказывается в болоте с лягушками. Внезапно появилась бабушка черта и тащила инду в ад. В аду начинается натуральный голодомор для девочки. Платье ее все сплошь было покрыто слизью, уж вцепился ей в волосы и хлопал ее по шее. А из каждой сплатки платья выглядывали жабы, лаявшие, точно жирные, охрипшие мозги. Страсть, как было неприятно. Ну да и другие-то здесь выглядят не лучше на него, утешала себя Энге. Хуже всего было чувство страшного голода. Неужели ей нельзя нагнуться и отломить кусочек хлеба, на котором она стоит? Нет, спина не сгибалась, конечности не двигались, она вся будто окаменела и могла только поводить глазами вокруг, даже выворачивать их из орбит и глядеть назад. Фу, как это выходило гадко. И вдобавок ко всему этому явились муки и начали ползать по ее глазам взад и вперед, она моргала глазами. Но муки не улетали, крылья у них были общипаны, и они могли только ползать. Вот была мука, а тут еще этот голод. Под конец Энге стало казаться, что внутренностью ее пожрали сами в себя, и внутри у нее стало пусто, ужасно пусто.